Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! В эфире программа для самых любопытных и любознательных Почемучкина и Следопыткина А ведем ее мы, Васютина Зоя И Тарасов Иван Сегодня наша программа в Музее Истории и Культуры Московского района Нижнего Новгорода Здесь проходит фестиваль мастеров авторской куклы Зоя, мы с тобой попали в настоящую страну кукле Анти Да, Ваня, а нашим гидом по этой стране будет Наталья Аркадьевна Малышева Здравствуйте, Наталья Аркадьевна, меня зовут Иван, это Зоя И расскажите нам, пожалуйста, о куклах, которые живут в этой сказочной стране Здравствуйте, ребята! На нашей выставке представлено около 600 работ в разных техниках Есть куклы тряпичные, народные, традиционные Изготовленные из глины, из бересты, из пластика и многие другие Конечно же, есть авторские куклы, современные куклы Тильды и мишки Тедди В выставке приняло участие 62 мастера 20 из них творческих коллективов Принимали участие как дети, так и взрослые От 5 до 85 лет Интересно, а какими куклами играли наши прабабушки? Естественно, в то время кукол было намного меньше, чем сейчас И использовали только натуральные материалы Так, например, были очень популярны берестяные игрушки А точнее, игрушки-погремушки для самых маленьких детей Ну и естественно, нельзя не забыть про куклы Народные, тряпичные Раньше их называли обрядами Существовали различные обряды Такие как семейные обряды, земледельческие и многие другие Так, например, на свадьбу молодоженам дарили специальные куколки Которые назывались неразлучницы Или, например, после того, как собрали урожай Каждому дарили маленькие куколки, наполненные сухой травой или зернами В знак хорошего урожая Куклы могли наполнять самыми разными природными материалами Так, например, можно было куклу наполнить зерном Или различными косточками Такая кукла называлась зерновушка или крупеничка Делалась она для того, чтобы урожай был хорошим Как правило, в августе, когда люди собрали весь свой урожай И из остаточков они делали вот таких забавных куколок И дарили своим друзьям Были также популярны куклы-травницы Которых заполняли вкусно пахнущей травой Это могла быть мята или душица Делались они тоже в конце августа в честь сбора урожая Давайте я куклу поставлю на место И расскажу вам еще об одной интересной кукле Которую называют Десятиручка Почему же Десятиручка? А все потому, что у хозяйки огромное количество дел И каждая рука отвечала за свое дело Чем больше рук, тем домовитее хозяйка А почему у этих кукол нет лица? А все потому, что раньше люди были очень суеверные, религиозные Поэтому считали, что через лицо кукле поступает и душа То есть кукла становится живой И чтобы на нее не попала никакая нечистая сила А значит и на хозяина куклы Для этого лица и не изображали А почему у кукол в основном красная одежда? Как известно, красный цвет – это символ защиты и оберега И даже поэтому девушки, которые выходили замуж, тоже имели красную рубаху Чтобы защититься от нечистых сил в этот праздник Я предполагаю, что куклу можно сделать из чего угодно? По сути, да Материалов существует огромное количество Как я говорила, это может быть тряпичная кукла Может быть кукла изготовлена из бумаги, из папье-маше Из ваты, из синтепона, поролона Также из дерева и бересты Конечно же, можно сделать куклы из шерсти Такие, как сегодня они очень популярны И также из бисера А сейчас я хочу вас познакомить с мастером одной замечательной куклы Зовут ее Сероглазова Анастасия Олеговна Анастасия Олеговна, а из чего сделана эта кукла и как ее зовут? Эту куклу зовут Суок Это персонаж повести Юрия Олеши «Три толстяка», ее зовут Суок Сделана она из пластика ладол Это самоотвердевающий пластик Такой, похож на гипс То есть его лепишь, а потом он на воздухе засыхает И можно его шкурить, потом расписывать, покрывать лаком и так далее И кроме этой техники, а эта кукла сделана из самоотвердевающего пластика Есть и другая техника, техника лепки из запекаемого пластика Пластика, который можно запечь в любой духовке Который становится твердым при таком обжиге И после этого уже такой пластик расписывается масляными красками Пластик такой совсем другой по тактильным ощущениям Но тоже не менее интересен, дает полное ощущение живого тела после запека и росписи Вот с собой я принесла такой каркас куклы Сделан из обычной проволоки Ну, конечно, твердой, которая могла бы держать свою форму И облеплен синтепоном Каркас уже бывает готов, когда все обшито, уже все сделано И вот такая голова у меня с собой принесена Прорезью для волос Немножко страшно выглядит, но на самом деле, конечно, все будет закрыто Уже расписанная, уже обожженная И вот таким образом эта голова надевается на каркас Вот уже более что-то оформлено И вот две руки, вот такие вот у меня две ладошки сделаны Конечно, полную руку по моему замыслу здесь неинтересно делать Вот две руки, вот они есть с пальчиками и с отверстиями для каркаса И вторая рука будет вот такая То есть, конечно, когда я слепила голову, я уже знаю о том, в какую позу кукла сядет Сходя из этого, я придаю определенную позу ее ладоням Потому что ладонь – это очень яркое средство выражения позы Поэтому для куклы нам нужно Вот у нас получается такая сидящая, мое рабочее название для этой куклы Сидящая модель художника эпохи Возрождения В конце концов, когда у нас все уже форма закреплена Только голова еще не надета Мы можем сделать вот такие вот ей волосы Можно использовать разные совершенно волосы Есть и тресы, это натуральные шерст ламы Есть и вот такое натуральное волокно Но я выбрала вот такие Это вискоза Будет что-то вроде причесок эпохи Возрождения Рафаэль Бронзина Леонардо Анастасия Олеговна, а как у вас появилось это влечение? Знаете, мне с детства всегда казалось, что это мое И что я хочу делать куклу Я знала это с детства Но как к этому подступиться, я понятия не имела Но в какой-то момент, в году, наверное, в 2008 Я подумала, а куплю-ка я пластик Я действительно купила пластик Почитала советы разных кукольников в интернете Нашла инструменты и слепила свою первую куклу В общем, она вышла такая уж плохая для первого раза С тех пор пошла и поехала И не отпускай дочь Спасибо вам большое Желаю вам успехов И новых интересных кукол Ну что, а мы с вами продолжаем экскурсию И хочу я вас познакомить с современными куклами Которые называются Тильды Они находятся сзади вас А почему их так назвали? А все потому, что это кукла дизайнерская Еще в 1999 году Норвежская дизайнер Тони Финагер Решила создать свою коллекцию кукол И назвала она норвежским женским именем Такую куклу А сейчас они настолько популярны Что стали известны по всему миру А сейчас давайте пройдем в следующий зал И я покажу вам самых настоящих кукол-актеров У меня в руках есть кукла тростевая То есть у которой в основе находится тросточка Такой куклой можно играть любой спектакль Это у нас снежная королева или метелица У которой белоснежные красивые волосы Но помимо таких кукол Очень распространены куклы перчаточные Когда надевают куклу на руку И опять же разыгрывают спектакль Есть маленькие куклы, которые называются пальчиковые Еще на нашей выставке есть уникальное изобретение Созданное оно у нас мастером из города Дзержинском Она создала свой собственный домашний театр Из самого обычного старого домашнего хоккея Наталья Аркадьевна, я здесь на выставке видел настоящих воинов Да, действительно, на нашей выставке есть работы, сделанные замечательным мастером Которого зовут Малахов Геннадий Витальевич Куклы у него необычные Они сделаны из пластика и пластилина Он в этот раз выставил работы, посвященные русским воинам Они надеты в самую настоящую одежду того времени И военные доспехи Ребята, надеюсь, вам понравилась экскурсия Спасибо, Наталья Аркадьевна, нам было очень интересно И мне самой захотелось сделать куклу Может быть, это и станет моим новым увлечением Приходите к нам еще в музей, и я познакомлю вас с самыми известными мастерами А я уверен, что таким творчеством могут заниматься только добрые люди Зоя, у тебя обязательно получится Ваня, я тоже заметила, что на выставке царит атмосфера добра и любви Даже уходить не хочется Но, к сожалению, нам пора прощаться До новых исследований и открытий! До свидания!